Деньги поступят из федерального центра. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Учуждения будут рассчитаны на 200 коек. Площадки по строительству уже определены в Каспийске, Дербенте и Хасайюртовском районе. Он отметил, что в каждом из этих центров будет установлено современное высокотехнологичное оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких и компьютерные томографы. Также в центрах будут оборудованы лаборатории для диагностики инфекционных заболеваний, добавил глава Кабмина. По его словам, это позволит повысить качество медпомощи, оказываемой жителям республики. Нюта Федермессер и Анатолий Чубайс передали медикам Дагестана тесты на COVID-19 и средства индивидуальной защиты. Автор проекта ОНФ «Регион заботы» и председатель правления управляющей компании «Роснано» прибыли в Дагестан сегодня. Здесь они лично передали комплекты из 20 тысяч высокоточных генетических тестов медикам республики. На закупку для Дагестана первой партии тест-систем затрачено свыше 10 миллионов рублей, которые оперативно собрала группа «Роснано». Компания небольшая, занимаемся высокими технологиями. Именно поэтому мы поняли, что один из востребованных сейчас ресурсов, продуктов – это тестирование. Наша компания «Ульяновская Тестген» разработала одну из самых современных систем тестирования, предназначенных целевым образом для COVID-19. И буквально на днях мы закончили испытания, они показали очень высокую чувствительность теста. Соответственно, мы приняли решение о том, что наш коллектив, а у нас всего работает 200 человек, свои собственные средства приобрели партию тестирующих систем, и вот мы переправили ее сюда, к вам, к Махачкалу. Всего в Дагестан планируется поставить 50 тысяч тестов, приобретенных как за счет сотрудников «Роснано», так и на средства, выделенные компанией на благотворительную помощь. Поставка стала возможной при взаимодействии с благотворительным фондом «Созидание» и проектом ОНФ «Регион заботы». Очень больно читать новости, и грустно, и неловко от того, что, на мой взгляд, мы приехали позже, чем хотелось бы. Хотелось бы месяц назад тут оказаться с тестами, но тесты тоже регистрировались сперва. И мы еще привезли, вчера приехала фура с средствами индивидуальной защиты, вот это новое слово, которое мы все выучили, СИЗы. Там и очки, и маски, и перчатки, и костюмы, и что, на мой взгляд, наиболее ценно, пульсоксиметры, это вот эти приборчики на палец, которые замеряют уровень кислорода, и помогают нам помимо КТ и без КТ в любых условиях на дому определить, насколько у человека серьезное поражение, насколько у него страдает от дефицита кислорода организм. Надеюсь, что это все вот сегодня-завтра уже начнет использоваться. Средства защиты уже сегодня направят в больницы и социальные учреждения Дагестана. В Дагестан прибыла бригада московских врачей. Вместе с ними в регион поступили медикаменты, средства защиты и тест-системы. Основная цель прибытия медиков – помощь дагестанским коллегам. Столичные врачи готовы поделиться опытом, так как в Москву эпидемия прошла раньше, чем в регионы. У специалистов уже имеется хороший стаж работы с зараженными коронавирусом. Этим же бортом в Дагестан прилетела отдельная бригада с опытом по перепрофилированию стационаров по лечению коронавирусных больных во главе с врачом-хирургом. В составе группы врачей – профессиональные пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи, реаниматологи, рентгенологи, реанимационные медсестры, которые уже прошли через несколько месяцев напряженной борьбы с коронавирусом. Автопарк службы скорой помощи Дагестана пополнился новыми реанимобилями. Шесть автомобилей скорой марки «Форд» класса «С» оснащены оборудованием по всем современным стандартам. В машинах установлены кардиографы, дефибрилляторы аппарата ИВЛ и другие устройства для осуществления реанимации и оперативного оказания помощи. По словам специалистов, эти автомобили скорой помощи позволят уже по дороге в больницу проводить интенсивную терапию и значительно быстрее помогать пациентам, оказавшимся на грани жизни и смерти. Вдали от родины в условиях пандемии оказались сегодня многие студенты. Только около 250 молодых людей находятся на самоизоляции в общежитии Дагестанского государственного медицинского университета. Активисты Общероссийского народного фронта в Дагестане решили поддержать студентов. Они передали ребятам 50 наборов с продуктами первой необходимости – молочную и колбасную продукцию, предоставленные партнерами регионального штаба помощи. Организаторы отмечают, что в связи с пандемией ребята ограничены в финансовых возможностях, и любая помощь для них будет очень кстати. До этого участниками акции «Мы вместе» была оказана помощь студентам ДГУ и ДГТУ. Отметим, что через «Горящую линию» или на сайте «Мы вместе» 2020.рф каждый может предложить свою помощь или стать волонтером. Концерт под окнами организовала столичная администрация в честь дня рождения ветерана Великой Отечественной войны Елены Зюряевой. Ей накануне исполнилось 100 лет. Мэр Махачкалы Салман Дадаев поздравил ветерана войны, вручил ей цветы и подарки. Алина Багилова расскажет подробности встречи. В прошлый раз, когда я к вам пришел поздравить в преддверии 9 мая, я вам пообещал, что ближе к параду и после мы обязательно с вами встретимся и отметим ваше день рождения. Я даже вам обещал ресторан. Прошу прощения, но в связи с такой ситуацией, дабы не подвергать опасности здоровья вас и вашего, и других ветеранов, мы решили, учетом ситуации, Елена Игоревна, вы у нас уже простите, пожалуйста, именно в такой обстановке, но все же отметить ваше день рождения. По рассказу, она единственная, кто выжила из всей семьи. Мать, три брата и две сестры умерли с голоду. А ее в Махачкалу привез сосед, спрятав сумки среди вещей. Елена Игоревна Зюряева, или баба Лена, как ее называют соседи, была рада встрече и такому вниманию. Я обещала слово. Да, я даже вот дожила. Но дальше не было. Не, не, у нас было там несколько моментов. Мы же должны ваше танцевать с вами. Вы помните, говорили, вот с такими каблучками, туфельки у меня есть, вы говорите. Елена Игоревна живет одна, но ей помогают соседи и социальные работники. Не остается баба Леной без внимания со стороны администрации, представители которых регулярно навещают ветерана, помогают в решении проблем. Я рада, что знакома с бабой Леной и говорю о том, что этот мужественный такой человек, добрый, отзывчивый, она заботливая, любит, помогает всем. Я к ней, как к бабушке своей, люблю ее, желаю всего хорошего. Живем больше 30 лет соседей, общались вместе, а потом муж умер, и мне неудобно было ее оставить. Вот сейчас тоже я выхожу себе что-то купить, я говорю, что вам нужно. Я все время говорю, бабли, но только они на руках не несут. И правительство наше, и простые люди. Большое уважение есть, большое это есть к ее старости. Время неумолимо. С каждым годом тех, кто лично застал события 41-45-х годов, остается все меньше и меньше. Хранить память и нести ее дальше – это главная задача поколений. Алина Багилова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. В Каспийске 24 июня пройдет военный парад, посвященный 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа. Ранее из-за пандемии традиционные парады и шествие бессмертного полка было решено перенести на более поздний срок. В этот же день парад будет проведен еще в девяти городах-героях. В военных парадах по регионам примут участие свыше 43 тысяч военнослужащих. При этом на выполнение санитарных требований обратят особое внимание, тем более что Дагестан занимает пятое место среди российских регионов по количеству выявленных случаев распространения коронавируса. 28 мая свой профессиональный праздник отмечают российские пограничники. Сегодня исполняется 102 года со дня образования пограничных органов. Накануне своего профессионального праздника пограничным управлением ФСБ России по Дагестану подвели итоги деятельности к этому дню. Так, по данным источника, с начала года сотрудниками управления задержано более 100 нарушителей пограничного режима и режима государственной границы. В пунктах пропуска через государственную границу пропущено около 400 тысяч человек, свыше 100 тысяч транспортных средств. В акватории и на побережье Каспийского моря за осуществление противоправной деятельности и нарушение правил пограничного режима задержано свыше 800 граждан. Изъято более 50 тонн незаконно добытых морепродуктов. Отметим, что Россия имеет самые протяженные границы в мире и граничит с 18 странами. Ну а это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч!